Дорогие друзья, мы продолжаем с вами читать книгу о величии души человеческой, путь огня, в которой собраны мудрые высказывания нашего великого русского мыслителя, писателя Льва Николаевича Толстого. Жизнь не может быть ни хороша, ни дурна от внешних условий. «Всё в тебе. Живёшь с Богом и в Боге, и всё и везде хорошо. Живёшь без Бога, и всё и везде дурно». На самом деле замечательная цитата Льва Николаевича. Действительно, всё в тебе, всё в нас. Всё, что происходит в нашей жизни, происходит внутри нас, как мы говорим, в нашем подсознании или в нашей душе. И если в нашей душе, в нашем подсознании мы живём с Богом, то всё везде хорошо. Если без Бога, то всё везде дурно. Поэтому жизнь не может зависеть от внешних условий. Это мы оцениваем так нашу жизнь. Что-то мы принимаем, что-то не принимаем. Но если бы мы принимали всё, что с нами происходит, делали бы определённые позитивные выводы, то жизнь радовала бы нас всегда. И мы были бы всегда благодарны жизни. Человек запутался так, что что ни сделай, всё дурно, как перекрёсток дорог сказочного богатыря. Кажется, что выхода нет. И куда ни пойди, всё будет худо. И вот, если только найдёт на него внутреннее просветление, и он поймёт, что ему выбирать ничего не нужно, а нужно только сознать в себе Бога и отдаться Ему, то есть отдаться любви. И тогда не нужно ничего выбирать. Иди по какой хочешь дороге на всех благо. Интересный образ. Как мы помним, из детства пойдёшь направо, коня потеряешь, пойдёшь налево, жизнь потеряешь и так далее. На самом деле, когда ты идёшь по жизни с любовью в сердце, с Богом в сердце, тогда неважно, какой дорогой ты идёшь. То есть ты можешь выбрать любой путь. И на всех тебя ждёт благо. Потому что, если в твоём сердце живёт идея Бога, если в твоём сердце живёт безусловная божественная любовь, то на любом пути ты сам будешь нести благо этому миру, и мир также принесёт благо тебе. Дело Божие служение Ему не может и не должно опираться ни на что, а всё остальное должно опираться на сознание необходимости и радости этого служения. Всё больше и больше приучаясь к тому, чтобы не предпочитать никаких одних внешних условий другим, и не заботиться о них, а заботиться о том, чтобы в данных условиях соблюсти данную мне божественную искру и исполнить всю волю Отца. Знаю, что в этом одном и успокоение, и разрешение всех и отвлечённых, и самых практических задач. Здесь Лев Николаевич пишет о том, что к концу своей жизни он действительно пришёл к пониманию того, что нужно менять не внешние условия, и не нужно так много обращать на них внимания, а прежде всего нужно заботиться о своём внутреннем мире, о том, чтобы мы соблюли в своей жизни, в своих мыслях, словах, поступках волю нашего Отца, Отца Небесного. И в этом одном он видит и успокоение, и разрешение всех и отвлечённых, и самых практических задач. Если человек знает, что он такое, знает, что в нём есть божественное начало, какая ему ещё нужна поддержка? То, что он может получить от других, относится к тому, что он имеет в себе, как одна миллионная, как одна сто миллионная. Действительно, человек часто уповает на внешнюю помощь, и часто люди приходят с жалобами на своих близких, на своих друзей, знакомых, детей, родителей с обидами. Вот мне не сделали того-то, мне не сделали другого. Вот меня не поддержали, меня оскорбили. И на самом деле, если бы человек осознавал в полной мере своё божественное начало, то ему бы не нужна была внешняя поддержка. Она бы, безусловно, пришла бы к нему, но она бы пришла бы к нему уже как воля Всевышнего, воля Творца. И здесь у Льва Николаевича есть такое сравнение, что сила нашего божественного начала, которая скрыта в нашем духовном сердце и помощь чья-то извне соотносится как миллион к одному или сто миллионов к одному. Получается, что если бы мы раскрыли в себе это божественное начало, мы могли бы даже хотя бы десятую часть этого божественного начала, то мы могли бы сделать гораздо в своей жизни больше и для других, и для себя. только когда один в тишине, то есть в общении с тем Богом, который в тебе, поднимаешься на ту высоту, на которой был и можешь быть. «С людьми сейчас спускаешься. Как только я не один, я только один сотый себя». Получается, что как только я один, имеется в виду наедине с Богом, я обретаю себя истинного. знаете, действительно, золотые слова. Некоторые люди боятся одиночества, но если бы они понимали, что уединение и общение с Богом это не одиночество, а это возможность обрести весь мир, они бы тогда не пугались остаться одни. «Не тяготитесь одиночества. Чем одиночнее от людей, тем ближе общение с Богом. Ищите этого общения в своей душе, в глубине ее. Через ее божественную сущность общаемся мы и с Богом, и друг с другом». И вот как раз уединение, духовная практика, медитация помогает нам наладить контакт с Богом, с Божественным в нашем сердце. И вот интересные слова Льва Николаевича. «Одиночество нет для истинного нашего Я. Дай вам Бог наитеснейшего общения с собой». Одиноким никто из нас быть не может, потому что каждый из нас может перенести свою жизнь в Бога и в Боге найти общение со всем миром. Как трудно установить все свои отношения к условиям жизни, к предметам, животным, в особенности к людям. Установишь к одним, расстроишь с другими. как невозможно описать правильный круг по окружности, а нужно описать его из центра, так и с установлением отношений к миру. Найди центр и установи отношения каждой части окружности к центру, и будут правильные отношения всех частей окружности между собой. так и установи отношения к Богу. И установятся все отношения к миру, главное к людям. Интересно, что когда в жизни своей человек, в центре своей жизни человек помещает ни деньги, ни богатства, ни даже отношения с кем-то из людей, а именно Бога, то тогда все в его жизни приходит в гармонию. И действительно очень хороший образ, когда мы из центра описываем окружность, она получается ровной. В духовной жизни человека есть нейтральная точка, став на которую, он сразу увидит всю правду и ложь жизни. Это все равно, как в шаре есть центр. Если вы хотите видеть всю комнату хорошо, то должны встать посредине, а не смотреть на нее из-под дивана, стоящего у стены. И это нейтральная так называемая точка духовной жизни человека. Это наша божественная искра, атман, которая есть в нашем духовном сердце и по сути которая дает нам жизнь и выстраивает наши отношения с окружающим миром. Жизнь, та, которую мы видим вокруг себя, есть движение вещества по определенным известным законам. В себе же мы чувствуем присутствие совершенно другого, не имеющего ничего общего с теми закона, требующего от нас исполнения своих требований. Можно сказать, что мы видим, познаем все другие законы только потому, что в нас есть этот закон. Если бы мы не сознавали этого закона, мы не познавали бы и тех. Закон этот отличается от всех остальных тем, что те законы вне нас и принуждают нас к своему повиновению. Этот же закон в нас самих больше, чем в нас. Он есть сами мы. И поэтому он не принуждает нас, а напротив освобождает нас, когда мы следуем ему, потому что следуя ему, мы становимся сами собою. И потому нас влечет к тому, чтобы исполнить этот закон. И мы неизбежно рано или поздно исполним его. В этом и состоит свобода воли. Свобода эта состоит в том, чтобы признать то, что есть, а именно то, что этот внутренний закон есть мы сами. Внутренний закон этот есть то, что мы называем разум, совесть, любовь, добро, Бог. На самом деле у этого закона действительно очень много имен. Этот закон кто-то называет Богом, кто-то любовью, кто-то добром. Конечно же, этот закон это совесть, это также разум, то есть высшее понимание истины. И вот этот закон он действительно живет в нас и мы им являемся. Поэтому мудрецы древности всегда призывали к тому, чтобы мы познали себя, познали себя истинных, познали ту силу, божественную силу, которую мы несем в себе. Каждый человек несет ее в себе. Ну что ж, друзья, на этом мы и закончим наше сегодняшнее духовное чтение. Я желаю вам найти себя, осознать свою истинную божественную природу, познать этот высший закон и прийти к свободе. Действительно, к истинной свободе, к освобождению, нашей души. Всех вам благ. Благодарю Благодарю